Алеппо Они использовали мирное население в качестве живого щита и когда им нужна была передышка для перегруппировки и восстановления сил, они каждый раз договаривались о коридоре для выхода гражданских, тем самым используя их как разменную монету. Сирийское правительство было вынуждено идти на эти условия, чтобы сохранить жизни своих граждан. Каждый раз после выхода мирных людей боевикам предлагали сдаться, но они отвечали отказом. После этого следовала зачистка и занимался новый район. И так раз за разом. 13 декабря мирным жителям в очередной раз предоставили возможность покинуть охваченные войной районы. Пунктом пропуска стал мост Аль-Хадж, через который они выходили в район Фордос. На центральной улице образовалась многокилометровая пробка. В одну сторону шли тысячи людей, спасавшихся от войны, а им на встречу двигались те, кто 4 года не мог попасть в свои дома в восточной части Алеппо. К вечеру стала поступать информация о том, что между сирийским правительством и боевиками начались переговоры о предоставлении экстремистам коридора для беспрепятственного выхода из занимаемых ими кварталов за пределы города. Подразделения сирийской армии готовились продолжить штурм, но на время переговоров был введен запрет на любые боевые действия. Политики договаривались, а штурмовые группы спецподразделения «Тигры» готовились к решающему удару. Шли томительные часы ожидания. Легендарные «Тигры», суровые в бою, оказались вполне простыми людьми вне его. Многие из них, бросив мирные профессии, взяли в руки оружие для защиты своего дома и своей страны. Жабхат Анусра – более серьезный противник, чем ИГИЛ. ИГИЛ силен тем, что у него много тяжелого вооружения. Например, танки и зенитные установки. Еще они применяют смертников. Но когда мы сталкиваемся с ними лицом к лицу, они отходят со своих позиций. Анусра же дерется до конца и редко отступает. Мы думали, это шутка. Да. Еще. Террористы не раз доказывали свою недоговороспособность. Так было и на этот раз. 14 декабря, по вине боевиков, переговоры были сорваны, и экстремисты снова открыли огонь по правительственным войскам. И снова под ударом террористов оказались мирные жители. Сегодня нас обстреливают минометами из-за района Суккаре. Они прячут его между домами. А стреляют минами или газовыми баллонами? Нет, только минами. Газовые баллоны сюда не достанут. Также по нам постоянно работает Зушка. Она выезжает, стреляет, а потом прячется. Сегодня они особенно активны. 20 гражданских были ранены утром, а также 3 солдата. Правительственные войска были вынуждены потянуть бронетехнику и начать подавлять огневые точки противника. Удары наносились по позициям снайперов и крупнокалиберных пулеметов. Отстрелялся. 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 Бой не стихал до самого вечера. Так называемая умеренная оппозиция снова показала свою сущность. Позже мы узнали, что возле моста Аль-Хадж боевик из рядов Джабхатан-Нусра взорвал заминированный автомобиль, еще раз доказывая, как террористы видят урегулирование сирийского конфликта. Но не военные политики диктуют здесь правила. 15 декабря было достигнуто соглашение о прекращении огня и выходе боевиков через предоставленный коридор. Отправной точкой стала дорога Рамуси, а местом назначения – квартал Рождин-4. Сирийское правительство предоставило кареты скорой помощи и автобусы для беспрепятственного выхода экстремистов, а также членам их семей и всем им сочувствующим. Все мероприятие проходило при участии представителей Красного Креста, а также Российского Центра Примирения враждующих сторон в Сирии. Сотрудники Красного Креста выехали на нейтральную территорию для установления контакта с представителем так называемой оппозиции. После чего с их стороны с помощью бульдозера была разобрана баррикада. Весь процесс выхода проходил в нервозной обстановке, поскольку был велик шанс провокации со стороны боевиков, но, к счастью, этого не произошло. После того, как дорога была очищена от осколков, боевики стали покидать блокированные районы. Эвакуация проходила в несколько этапов. Сначала экстремисты предпочли проверить безопасность дороги с помощью женщин и детей. Убедившись, что сирийское правительство держит данное им слово, боевики продолжили выход из Залепа. По нашим данным, предоставленным коридором должны были воспользоваться от 10 до 15 тысяч человек. С наступлением темноты следующими колоннами вышли те, кого не увидели камеры, а именно цвет террористического интернационала, командиры, иностранные наемники и советники. Ушли, но обязательно будут клясться, что еще вернутся. Возможно, террористы залежут раны, перегруппируются, получат новую технику и оружие, и со свежими силами вновь попытаются овладеть крупнейшим городом Сирии. Но здесь сирийская армия будет, несомненно, в более выгодном положении. Самая главная задача, помимо укрепления обороны города, теперь лежит на плечах сирийских спецслужб. В городе много сумевших просочиться под видом мирных жителей-боевиков, которых ежедневно приходится выискивать. Ждут ли Алеппо новые кровопролитные сражения, покажет время. Ну а пока жители празднуют долгожданное окончание обстрелов, длившихся ни много ни мало – 4 года. Канас! 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 Террористы не раз доказывали свою недоговороспособность. Так было и на этот раз. 14 декабря по вине боевиков переговоры были сорваны, и экстремисты снова открыли огонь по правительственным войскам. И снова под ударом террористов оказались мирные жители. Только что рванул, как все, хоть чаровку не омели. Сегодня нас обстреливают минометами из-за района Суккаре. Они прячут его между домами. А стреляют минами или газовыми баллонами? Нет, только минами. Газовые баллоны сюда не достанут. Также по нам постоянно работает Зушка. Она выезжает, стреляет, а потом прячется. Сегодня они особенно активны. 20 гражданских были ранены утром, а также 3 солдата. Правительственные войска были вынуждены потянуть бронетехнику и начать подавлять огневые точки противника. Удары наносились по позициям снайперов и крупнокалиберных пулеметов. Отстрелялся. Продолжение следует... Продолжение следует... Играет музыка. Бой не стихал до самого вечера. Так называемая умеренная оппозиция снова показала свою сущность. Позже мы узнали, что возле моста Аль-Хадж боевик из рядов Джабхатан-Нусра взорвал заминированный автомобиль, еще раз доказывая, как террористы видят урегулирование сирийского конфликта. Но не военные политики диктуют здесь правила. 15 декабря было достигнуто соглашение о прекращении огня и выходе боевиков через предоставленный коридор. Отправной точкой стала дорога Рамуси, а местом назначения – квартал Рождин-4. Сирийское правительство предоставило кареты скорой помощи и автобусы для беспрепятственного выхода экстремистов, а также членам их семей и всем им сочувствующим. Все мероприятие проходило при участии представителей Красного Креста, а также Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Сотрудники Красного Креста выехали на нейтральную территорию для установления контакта с представителем так называемой оппозиции. После чего с их стороны с помощью бульдозера была разобрана баррикада. Весь процесс выхода проходил в нервозной обстановке, поскольку был велик шанс провокации со стороны боевиков. Но, к счастью, этого не произошло. После того, как дорога была очищена от осколков, боевики стали покидать блокированные районы. Эвакуация проходила в несколько этапов. Сначала экстремисты предпочли проверить безопасность дороги с помощью женщин и детей. Убедившись, что сирийское правительство... После освобождения кварталов Шейхсаид и Бустан-Аль-Касар под контролем боевиков оставалось всего несколько районов на юго-востоке, хотя многие СМИ поспешили заявить о том, что Алеппо полностью находится под контролем сирийского правительства. Но эта информация не соответствовала действительности. На головы простых сирийцев все так же продолжали сыпаться десятки снарядов. Оставляя квартал за кварталом, боевики продолжали оказывать ожесточенное сопротивление правительственным войскам. Террористы использовали мирное население в качестве живого щита, и когда им нужна была передышка для перегруппировки и восстановления сил, они каждый раз договаривались о коридоре для выхода гражданских, тем самым используя их как разменную монету. Сирийское правительство было вынуждено идти на эти условия, чтобы сохранить жизни своих граждан. Каждый раз после выхода мирных людей, боевикам предлагали сдаться, но они отвечали отказом. После этого следовала зачистка и занимался новый район. И так раз за разом. 13 декабря мирным жителям в очередной раз предоставили возможность покинуть охваченные войной районы. Пунктом пропуска стал мост Аль-Хадж, через который они выходили в район Фордос. На центральной улице образовалась многокилометровая пробка. В одну сторону шли тысячи людей, спасавшихся от войны, а им на встречу двигались те, кто четыре года не мог попасть в свои дома в восточной части Алеппо. К вечеру стала поступать информация о том, что между сирийским правительством и боевиками начались переговоры о предоставлении экстремистам коридора для беспрепятственного выхода из занимаемых ими кварталов за пределы города. Подразделения сирийской армии готовились продолжить штурм, но на время переговоров был введен запрет на любые боевые действия. Политики договаривались, а штурмовые группы спецподразделения «Тигры» готовились к решающему удару. Шли томительные часы ожидания. Легендарные «Тигры», суровые в бою, оказались вполне простыми людьми вне его. Многие из них, бросив мирные профессии, взяли в руки оружие для защиты своего дома и своей страны. Жабхат Анусра – более серьезный противник, чем ИГИЛ. ИГИЛ силен тем, что у него много тяжелого вооружения. Например, танки и зенитные установки. Еще они применяют смертников. Но когда мы сталкиваемся с ними лицом к лицу, они отходят со своих позиций. А Ануср же дерется до конца и редко отступает.